Жители Алма-Атинской улицы хорошо помнят, сколько обед наделала вода более 10 лет назад. Коних разлилась так, что их пришлось эвакуировать. Эту реку специалисты никогда не сбрасывают со счетов, поэтому упавшие в нее деревья рассматривают как прямую угрозу. Об этом завале нам стало известно в прошлом году, еще осенью. Выехали на место, посмотрели, уже поздняя осень была, решили зимой провести эту работу, когда будет лед. Часть деревьев повалил ветер, остальные остались лежать после работы электриков, когда те освобождали провода от нависших веток. Спокойствие конихи ранней весной обманчиво, говорят специалисты. Под снегом набирает обороты течения, лед у берегов тает, поэтому спасатели выходят на реку в специальных костюмах со страховкой. На реке посередине лед, как бы он человека держит, а метра по три от берегов уже все леда нет. Вода глубина где-то по поясу. Сейчас поехали за счетами дополнительными, чтобы иметь опору. Ну и будем пробовать убирать деревья. Пока ждали спасатели со счетами, заметили еще одно дерево, лежащее рядом с берегом. Когда течение наберет силу, его может развернуть, и это создаст дополнительные сложности. В этом месте река делает поворот. Этот фактор сам по себе играет не в пользу строений на берегу, но люди еще и добавляют хлопот. Если мы знаем, что по берегам реки и в саму реку часто сбрасывают мусор, диваны, кресла и так далее, то все это, когда будет поводок, может образоваться затор. Оно и сейчас еще, эта проблема на конца не снято. Есть опасность, что где-то может возникнуть все же на затор, поэтому это место у нас будет на контроле, будем смотреть потихоньку. На работы потребовалось несколько часов. Специалисты будут следить за уровнем воды в данном месте реки. Редактор субтитров А.Семкин